Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дрозов Александр, на связи Коррекционный центр доменов РУРФ. Сегодня у нас по видеосвязи Ярослав Кругалев, заместитель руководителя центра реагирования на компьютерные инциденты группы IB. Это означает, что сегодня нам Ярослав снова расскажет что-то интересное по теме мошенничества в интернете, какие-то, наверное, новые выявляемые схемы и способы защиты от них. Сейчас у нас в спортивной новостной повестке главная это чемпионат мира по футболу в Катаре. Ярослав, что мошенники придумали по этой теме? Поделитесь с нами. Да, мошенники часто используют различную новостную повестку, как всем известно, но есть отдельные события, международные, регулярные, типа Олимпийских игр, либо чемпионат мира по футболу, как в данном случае. И тут все, конечно же, опаснее. Почему? Потому что у скамеров есть достаточно много времени хорошо подготовиться к своим атакам. То есть подготовить свою инфраструктуру, разработать различные интересные сценарии, которые они будут эксплуатировать, а не просто подстраиваться на ходу под какую-то новостную повестку. Ну и сегодня футбол – это у нас тема мирового масштаба, самый популярный вид спорта в мире, наверное. И тут даже был такой независимый опрос. Компания TJM Research был выполнен, что ожидается около 1 миллиарда человек будут смотреть матчи чемпионата мира по футболу в Катаре. И, собственно, конечно же, мошенники воспользовались этим гигантским интересом к турниру со стороны болельщиков, желающих работать на этом турнире, в том числе создав поддельные сайты с целью кражи денег, с целью кражи куда-либо личной информации. Вот, например, нам, компания группа B, была обнаружена около 16 тысяч мошеннических, в частности фишинговых, традиционных мошеннических ресурсов, которые так или иначе нацелены на пользователей, которые ищут либо билеты, ищут посмотреть трансляции, ищут какую-то одежду, сувениры, связанные с символикой, официальной символикой турнира, и хотят работать на чемпионате мира. В общем, мы выявили такие четыре различных волн мошенничества и фишинговых атак, а также различные поддельные мобильные приложения, которые преступники также используют потенциально для кражи банковских данных, либо учетных записей, учетных данных пользователей. Ну и в первую очередь, конечно же, хочется поговорить про фишинг, где мошенники нацелились на тех, кто хочет приобрести билеты на матчи на чемпионат мира по футболу. Мы отследили несколько веб-сайтов, большое количество различных поддельных аккаунтов в социальных сетях, которые так или иначе предлагали приобрести билеты. Допустим, если я говорим про сайты, то все они были загрестированы в промежутке август-сентябрь до 42-го года, то есть буквально за месяц-два до начала этого чемпионата. Нашли в основном, ну в основном эти все мошеннические сайты фишинговые находили, использовали английские либо арабские языки, но также мы находили примеры и сайта с русским языком. Вот, например, есть такой домен katar-world-cup.ru, собственно, который предлагает купить билеты на футбольные матчи предстоящие. И если мы, например, покликаем по таким вкладкам, как у нас, либо правила оказания услуг, в политике конфиденциальности мы увидим, что информация просто была скопирована с различных сайтов, все они шаблонные и текст такой классический, часто классический, который используется в таких историях с продажей билетов. Если мы попробуем совершить какую-то оплату, купить билет, там на последнем шаге у нас попросят ввести свои данные банковской карты. И интересно, что на этом платежном сервисе подтянется информация о реквизитах и платежной системе. Тут указан в данном случае Sampo International FZLS, это значит, что Freezone Limited Liability Company, то есть означает свободную зону в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть деньги будут при попытке приобрести билеты, деньги будут кому-то оседать в Объединенных Арабских Эмиратах. Что хочется сказать также еще про фишинговые сайты? Это классическая история, где, собственно, пользователям в данном случае просто внушают, что они покупают официальные билеты, где просят им ввести данные своей банковской карты или перевести деньги через какой-то платежный шлюз, представленный на этом сайте. По сути, мошенники либо получают денежные средства с этой транзакции, либо в некоторых случаях крадут данные банковских карт этих пользователей, которые, конечно же, не получат никаких билетов. Хочется сказать про мошеннические трансляции. Это особенно актуально у нас в России, для граждан России. Как это работает? Зломышленники размещают анонсы о трансляциях на различных взломанных страничках университетов, благотворительных фондов, онлайн-магазинов. Для доступа к трансляции жертвы предлагают принять участие в розыгрыше, которое заканчивается кражей в данных. Если мы сделаем поисковый запрос, допустим, какой-нибудь странной участнице предстоящего матча футбольного, добавим ключевик «смотреть», на первой позиции выдачи с видео будут сайты именно таких с мошенническими трансляциями. Попав на него, кликнув на возможность воспроизвести видео, эту трансляцию, мы получим, ну, нас переехнет на какую-то другую страничку, где будут предложено поиграть, нам поучаствовать в розыгрыше. Это такая классическая история из 12 коробочек. Она встречается у нас в России очень давно и очень часто. Здесь выдаются пользователю возможность три раза выбрать какую-то коробочку и обязательно на какой-то там, как правило, на последней попытке пользователь выиграет какую-то сумму, обычно от 10 до 10 тысяч долларов. Но чтобы получить этот приз, жертвы необходимо будет дать согласие на получение выигрыша, а потом оплатить небольшую комиссию, 300-500 рублей, и, собственно, ввести данные своей банковской карты. Опять же, никакая трансляция начинаться не будет. Жертва теряет эту небольшую сумму, и в некоторых случаях данные этих банковских карт оказываются у злоумышленников. Здесь стоит сказать такую некую предысторию. Вот эта история с коробочками, лотереями, она достаточно старая, как я уже сказал, для России, и мы полагаем, что за созданием вот этой сети, из этих ресурсов стоит человек либо группа лиц, которые используют, использовали эту похожую схему во время Олимпиады в Токио, в Пекине, потому что мы ранее уже обнаружили аналогичные ресурсы, которые под видом этих прямых трансляций, там, зимние олимпийские игры, перенаправляли пользователи на мошеннические ресурсы с возможностью, якобы с возможностью выиграть какой-то приз. Эта сеть, она называет себя Кинохуд этих всех сайтов, в нее входит большое количество ресурсов, ее владелец, либо группа, опять же, регистрируют домены под этой схемой уже с 2019 года, и они успели участвовать в различных таких уже международных мероприятиях. Допустим, вот два года назад, во время летних Олимпийских игр в Токио, мы обнаружили около 120 однотиповых таких ресурсов, созданных для предоставления якобы мошеннических трансляций. Сегодня же в рамках Чемпионата мира мы обнаружили порядка 400 подобных ресурсов. Собственно, видим рост. Можно пойти дальше, в сторону других типов наживок, которые эксплуатируют мошенники в рамках Чемпионата мира. Одна из таких мошеннических схем, которые мы вывели, где мошенники создавали поддельные сайты и аккаунты в соцсетях с товарами, либо атрибутикой, связанной с Чемпионатом мира. по футболу, где традиционно на конечном этапе от посетителя также просят ввести данные сайбанковской картой, либо привести деньги через платежные сервисы, чтобы, допустим, купить какую-то футболку. Если мы сейчас посмотрим на сайт, то, что из поисковой выдачи world2022cup.com сайт создан буквально за месяц до начала мероприятия этого. Предлагает купить футболки сборных различных, кто является участником этих чемпионатов. И, собственно, опять же, как я сказал ранее, на последнем этапе они будут мотивировать пользователя и оплатить эту покупку, ввести данные своей банковской карты на этом сайте. Что здесь интересно, что злоумышленники эксплуатируют товарные знаки, то есть пытаются ввести в заблуждение посетителя сайта, показав, что это якобы официальный сайт. На самом деле сайт никакого отношения к чемпионату мира не имеет. Просто какие-то мошенники решили заработать на этом имени. В наше поле зрения также попали мошеннические ресурсы, нацеленные на тех, кто искал работу в рамках этого чемпионата мира по футболу. Мы выявили немного таких ресурсов, порядка пяти на данный момент, там известно о них, где, собственно, домены и имена тоже отличаются тем, что используются такие ключевые слова, как «работа», «катар», «фифа» и тому подобное. Здесь все просто, это мошенническая схема, где мошенники пытаются похитить личные данные своей жертвы. То есть в рамках этого сайта они собирают очень много персональной информации, номер телефона, информация в образовании, полное имя, в некоторых случаях номер социального страхования и тому подобное. То есть данные, похищенные в рамках этой схемы, мошенники могут использовать в рамках каких-то других своих схем в будущем. Ну и также стоит упомянуть про поддельные мобильные приложения, которых тоже достаточно много встречается и в Google Play, и просто на альтернативных площадках, в сторах этих приложений, где, которые доступны до скачивания всем посетителям, эти приложения обещают посетителям доступ к билетам из каких-то игр, либо только к трансляциям. Приложение использует бренд Чемпионата мира по футболу, чтобы запутать посетителя и заставить его, собственно, загрузить это приложение. В приложении предлагается ввести свою личную какую-то информацию, когда они пытаются купить что-то, мошенники также просят сообщить данные банковской карты. Также стоит добавить, что в рамках нашей киберразведки мы обнаружили достаточно много скомпрометированных учетных записей пользователей на официальном портале «Идентификация болельщиков Катар-2022», где логин и пароль к этим записям, учетным записям, были украдены умышленниками, которые использовали вредоносные программы, которые были установлены уже на компьютере. Это специализированные вредоносные программы для краши информации, такие как Redline, Erbium, которые сейчас очень активно распространяются, и очень активно продаются в интернете. В принципе, все. В заключение, опять же, хочется сказать, что все вот такие крупные международные события, особенно спортивные, они привлекают большое количество трансганичных преступников, как правило. Мы выявляем эти различные ресурсы, сценарии, которые мошенники эксплуатируют, и пытаемся делиться этой информацией с компетентными органами. Например, в рамках чемпионата мира в Катаре, в рамках нашей политики по абсолютной нетерпимости нашей компании киево-преступлениям, мы все, что нашли, мы поделились своими исследованиями с катарским сертом, это катарская группа реагирования на инфраструктурную безопасность, чтобы помочь организаторам, либо вообще просто смягчить какие-то последствия от реализации этих мошеннических схем. Да, все понятно, спасибо большое. Я вот что хотел уточнить, поспрашивать еще. Вот среди тех четырех сотен ресурсов, которые вы выявили, а какая доля именно ресурсов, сайтов, которые были зарегистрированы в наших национальных доменных зонах, в RU-RF, WSU, может быть. То есть есть такая цифра, процент? Нет, к сожалению, мы не посчитали, не выделяли оттуда именно домены в точке RU, мы просто смотрели на контент. Вот это 400 ресурсов, это именно сайты под россиян, то есть используется русский язык. Большая часть этих всех ресурсов, они взломаны, то есть зломушники изначально получили, ну, то есть ресурсы взламывались не в какой-то один момент, то есть это была какая-то постепенная история. Ресурсы в какой-то момент ломались, зломушники получали доступ к системе управления этого сайта, и в какой-то момент нужный им, собственно, вот, допустим, чемпионат мира по футболу, они начали эксплуатировать эти взломанные сайты в своих целях. Они вот в данном случае использовалась сеть кинохуд, якобы фейковых трансляций. Ну, изначально этот ресурс был совершенно белый, пушистый, нормальный, ничего не подразумеваетесь, это мошенничество. Он и сейчас белый, пушистый, просто взломанная какая-то директория сайта, и зломушник разместил в какой-то директории свои сократоносные скрипты, которые, собственно, отображаются уже в браузере у посетителя. Соответственно, настоящий администратор этого ресурса, он как бы в курсе был вообще такого развития событий? Ну, мне сложно говорить за администраторов, в курсе ли они, но если этот администратор подходит к своим должностным обязанностям правильно и корректно, то, конечно, в принципе, такие взломы быстро обнаруживаются. вопрос просто в поддержке сайта, действительно ли администратор прилагал какие-то усилия к мониторингу. Бывает так, что, ну, как правило, опять же, если посмотреть на список, там такие достаточно простые сайтики, где видно, что не хватает у владельцев ресурсов, видимо, ресурса на подходящую поддержку этого сайта. Видимо, как раз таки тем самым злоумышленники и пользуются. Ну да, то есть я в этом своем вопросе подразумевал, что вы ресурсы, соответственно, выявляли в большинстве случаев самостоятельно или вот по жалобам, типа, там, владельцев, администраторов? Нет, в данном случае, если мы говорим про трансляции с чемпионата мира, типа, как трансляции, здесь все в рамках нашего собственного исследования. Про мобильные приложения. Вопрос такой напрашивается, но вот прежде чем скачать, мы же всегда видим, ну, там, какой-то рейтинг этого приложения, да, там, средняя оценка, количество скачиваний. То есть, ну, неужели это, как бы, никаким образом не намекает на то, что что-то какое-то сомнительное приложение и, там, зачем его ставить? Ну, к сожалению, нет. То есть, опять же, история с чемпионатом мира, она очень популярна, и большое количество людей, только там, переведя какого-то нового приложения, связанного с чемпионатом, они начинают скачивать, то есть, генерируя большое количество тех самых скачиваний либо пользователей. Этим, как раз-таки, этим и пользуются злоумышленники. Если было бы какое-то нонейм-приложение, то, конечно, кто-то там вряд ли бы устанавливал здесь, как бы, красивая картинка, лейбл чемпионата мира, какое-то описание корректное. Подставленное. То есть, почему бы не скачать, попробовать. Тем более, это же временное мероприятие, оно, как бы, вот сейчас началось, через какое-то время оно закончится, и очевидно, что месяц назад никакого приложения вовсе не было. То есть, все загрузки, они, скорее всего, действительно живые загрузки, это те, кто действительно интересуется этой темой чемпионата мира. Как бы, не менее актуальная тема, но уже не про спорт, это про мобилизацию. На нее какой-то фишинг есть сейчас активный? То есть, ну и вообще, наверное, что с темой мобилизации, с точки зрения фишинга, насколько он там был активный, остался активный, и какие прогнозы по этой теме? Ну, сейчас немножко эта тема охладилась сама по себе. То есть, особенно остро это стоял вопрос, когда только начали про мобилизацию говорить, и только началась история с мобилизацией. Допустим, нам попадались рассылки, вредоносные рассылки, когда злоумышленники под видом какого-то информационного письма, рассылали свои письма в компании, во вложении этих писем находился документ, инфицированный документ, либо там какой-нибудь из Microsoft Office набора, либо исполняемый файл в архиве. То есть, они пытались замотивировать пользователей компании открыть данный документ, прочитать какое-то новое известие, то есть, использовали, опять же, классическую историю с новостной повесткой. Что могло использоваться в рамках, ну, что использовалось в рамках этой темы? Это, конечно же, злоумышленники использовали историю страха работодателя потерять своих сотрудников. То есть, они использовали различные там списки, якобы там фейковые. Они использовали там какие-то несуществующие указы президента, что вот сейчас, либо там указы регулятора, что вот сейчас вам необходимо, нужно, например, припринять какие-то оперативные действия. Собственно, это был просто такой очередной крючок, так сказать, который использовали злоумышленники для атак инфраструктуры, коботинговых сетей. Если мы говорим про какой-то классический скам, я, к сожалению, не могу сейчас что-то актуальное сказать, но как мне, ну, как я помню, была история с якобы отсрочкой, то есть фейковая отсрочка, где какие-то были различные телеграм-каналы, либо создавались сайты временные, которые якобы предлагали купить отсрочку. Но прежде, конечно, нужно было оставить свои персональные данные и осуществить какую-то там оплату этой услуги. Собственно, такое тоже встречалось. Но это была такая, она совсем непопулярная история. То есть это кто-то там от отчаяния пытался эту историю поэксплуатировать, но, как я знаю, она была не такая, буквально пару дней кто-то пытался, и все, я отвалился. Экскурс в будущее, что, ну, то есть какие, может быть, новые сценарии до конца года ожидаются, да, к новому году? То есть это как бы, ну, стандартный туризм, это, соответственно, там, билеты, гостиницы и все отсюда вытекающее, или есть еще какие-то идеи на этот счет? Ну, как бы, я не могу сейчас сказать что-то конкретное, опять же, не давать идеи мошенникам, что можно использовать в рамках повестки. Но, опять же, да, это будет классическая история, все эти новогодние распродажи, новогодние скидки, как обычно, из года в год история, часто эксплуатируемая мошенниками, будет использоваться вновь и вновь. Как вы сказали, это, да, это загородные дома, это различные истории там с корпоративами, когда в ажиотаже будет какой-то дефицит всех этих площадок, ну, мошенники придут со своими предложениями, со свободными площадями, со свободными слотами, которые будут предлагать осуществлять покупки. Наверное, можно завершить, может быть, да, рекомендациями из того, что мы сейчас обсудили, это, да, как обычно, быть предельно бдительными, использовать критическое мышление, и чем ближе Новый год, тем больше обращать внимание, собственно, на те предложения, на те ресурсы, на которых, да, мы эти предложения видим, проверить несколько раз. Что так? То есть следовать элементарным правилам безопасности? Да, тут хорошая рекомендация, с вашей стороны тоже была озвучена, что обдумать дважды историю, то есть, конечно же, злоумышленники часто пытаются манипулировать историей срочности, какая-то вот акция горячая вот сейчас там пропадет товар, все, больше не будет возможности себе купить его, приобрести там по этой цене, либо там он сейчас кончится. А вот не спешить, подумать дважды действительно, и тогда большое количество потенциальных жертв останутся потенциальными, но не реальными. Субтитры создавал DimaTorzok